Взяли воздуха, прям хороший вдох и держим. Держим, 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 держим. Дуем. Здесь углекислого газа в легких нет, то есть от 0 до 6, это как правило не курильщики. Сами не курим и вам не советуем. 31 мая отмечается Всемирный день без табака. В этот день принято обращать внимание на пагубное воздействие для организма дыма, который люди зачем-то вдыхают собственные легкие. Всемирная организация здравоохранения повсеместно отмечает этот день для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака и призывая страны проводить эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака в любой форме. Ну, в общем, это ни для кого не секрет, что табакокурение, конечно, пагубно влияет на организм. Первое, наперво, страдает, естественно, органы дыхания. Второе, это сердечно-сосудистая система. Особенно для женщин, то есть здесь такие моменты, это красота, это цвет лица, это цвет зубов, то есть что наши дамы за этим следят. Есть такое понятие, как пассивный курильщик. То есть вот здесь еще страдает не только сам организм человека, который потребляет табак, еще и близкие, родные, поэтому, конечно, надо здесь задуматься. Центр здоровья в третьей поликлинике помогает курящим людям справиться с этой дурной привычкой и улучшить не только здоровье, но и материальное положение. Ведь известно, что цены на сигареты и различные приспособления в настоящее время просто космические. Во всемирный день без табака с 11 до 15 часов на площадке возле торгового центра горбольница Асбеста разместила передвижной модуль диагностика. Центр здоровья в трейлере делает комплексное обследование пациентов. Значит, любой желающий может подойти, проверить свое здоровье. Объем обследований следующий. Это кардиограмма с кардиовизором. Мы выявляем непосредственно объемы потенциальной ишминизированной ткани сердца. То есть это потенциально тот объем, который может привести к инфаркту. Специалисты Центра здоровья экспресс-методом проводили анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, а также на ВИЧ-инфекцию. Измеряли сатурацию, вес, рост, артериальное и внутриглазное давление проводили спирометрию. Особое внимание было направлено на курящих граждан. Им с помощью аппарата «Смокелайзер» специалисты определяли концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. «Смокелайзер» – это аппарат, который показывает количество угарного газа, выдыхаемого из организма человека. Непосредственно связанное с курением мы вводим перемену, в курить человек или нет, и вследствие этого уже интерпретируем данные. Можно посмотреть косвенные признаки, так и уже явные признаки заболевания. При выявлении патологии мы, конечно, сразу направляем на консультацию терапевта, а дальше в областную больницу к пульмонологу. Отметим, что помимо обследования пациента, врачи городской больницы проводили профилактические беседы с курящими гражданами. Например, я провожу очень жесткую просветительскую работу, то есть я могу поменять тон пациенту, объясняя, что мне его здоровье больше, имеет больше важность, чем ему самому. Объясняю прям наглядно, чем это грозит, что инфаркты, инсульты у нас молодеют, а у курящих риски этих заболеваний намного выше. В этом году День без табака проходит под лозунгом «Выращивать продовольствие, а не табак». Оказывается, в мире достаточно большие площади плодородных земель используются для выращивания табака, а не здоровых продуктов питания. Но, как бы ни звучал девиз, День без табака – это всегда повод задуматься о вреде курения, рисках, связанных с курением табака, и отказаться от потребления табачной продукции. День без табака